здравствуйте вы на канале любимая дача иркутский район меня зовут оксана сегодня 5 августа мне спросили про засолочные сорта томатов которые хорошо растут в тени расскажу про свои сорта вот это карнабель это не сорт это гибрид я посадила его в первый раз и у меня он почему-то отвалилась помидорка интересно странно не красная он растет в самой самой тени вот эта дверь у меня выходит на северную сторону здесь в углу я посадила карнабель но не покупными семенами мы сделали у подруги семена из ее помидорок это гибрид но говорят так в первый раз так можно сделать почему сделали потому что они у нее лежат до декабря то есть они очень с толстой такой шкурой я не могу сказать что они мне понравились на вкус но в декабре любые свои помидоры хороши и вот эти томаты они тоже хорошо подходит для засолки потому что любые томаты у которых толстая кожица которая не трескается при заливании горячим рассолом они подходят для консервирования еще один томат который у меня растет постоянно уже много лет теплицы это добрао черный вон он там он такой сливовидный я сажаю два куста вот этот куст у меня как сливки небольшие вот на моей руке тоже с толстой кожицей но я сажаю его потому что он мне нравится по вкусу даже в свежем виде и он тоже хорошо хранится вот они такие сейчас я пролезу в темненькие сливки хранится очень хорошо тоже до декабря может лежать и не теряет в качестве еще я консервирую вот карнабель я не консервировала добарао консервировала все хорошо с ним получается плоды не трескаются замечательно держит форму и обычно я еще консервирую черрики у меня вишенка черная и афро черри черри у меня тоже смотрится хорошо то есть я кладу в баночку красные черные и желтые получается такой ассорти я потом посмотрю в подвале если я найду я покажу карнабель еще не краснели специально посадила попозже чтобы они подольше лежали потом и поспели чтобы попозже у нас семье так сложилось что у нас не любят вот такие с толстой кожей но плотные такие томаты мы любим салатные с тонкой кожей и заготовок я делаю немного соленых то есть я делаю 9 баночек на 9 месяцев чтобы раз в месяц открыть баночку больше у нас не съедаются поэтому я пробовала очень много и трюфель красный там мы еще какие-то вот бананы разные там сажала алые свечи из толстой кожи для засолки ну не нравятся нам такие и гибриды не нравится поэтому у меня в теплице в основном салатные помидоры но еще раз скажу что для заготовок очень хорошо подходит де барао черный вот у него кожица плотная но он понравился нам на вкус я сажала де барао все какие есть желтые оранжевый красный розовый те они круглее и крупнее помидорки но тоже такие с толстой кожицы и на вкус не понравились а вот эти на вкус нам понравились то есть мы их едим свежем виде и они хорошо хранятся тоже в ноябре они еще лежат дома без холодильника нормально делаю на заготовке либо черри либо вот эти де барао в баночку солено маринованные либо делаю помидоры салатные вкусные которые нам нравятся на вкус и резанные я оставлю рецепт под этим видео кому интересно сделайте и баночку покажу если сохранилась подвале я спущусь подвал и покажу а вообще мы больше делаем помидоры замороженные и вяленые но вяленые делаю без масла то есть масло много тоже есть не хочется и на сушилке я сушу чтобы они были эластичные но сухие при этом потом укладываю в контейнер и складываю в морозилку потом мы их достаем можно в салатик можно просто как закуску есть у них такой яркий насыщенный вкус будет они будут очень очень вкусные а замораживаю либо черрики целиком либо помидорки такие крупные режу дольками либо прям пластиками режу и потом можно на курочку на рыбку сверху сыр и в духовку получается очень вкусно вот мороженые помидоры и вяленые у нас съедаются все полностью а соленые бывают остаются поэтому я не сажаю вот такие засолочные сорта но еще расскажу дебарау вот самом теневом углу это северо-запад и там еще у нас соседская елка и соседский дом то здесь солнце бывает вот но только до обеда дебарау прекрасно выносит тень дебарау черный вот у меня какой-то пересорт вместо мазарини я резала на сушилку вроде бы сердцевидные но кожа очень толстая они прям такие вот дубовые мне кажется это какой-то гибрид ну и вот они даже и не вялятся нормально такие помидорки мы к сожалению не любим вот это у меня прошлогодние может даже позапрошлогодние помидоры в банке этот дебарау желтые сажала это оранжевые сливки этот дебарау черный вот так они выглядят да есть вот трещинка например но я не комплексую по этому поводу потреснул один какой-то помидор то есть я знаю что надо накалывать их зубочисткой чтобы они не треснули ну мне это делать лень если честно я этого не делаю в основном как бы все целые есть какие-то да крещенки я еще кладу сюда перчик или морковочку такую порезанную и рецепт я оставлю под видео рецепт для разрезанных помидоров и сильно по целых у меня одинаковый но он вкусный нам нравится резаная просто салатные вот это батяня любимый праздник я режу на 4 или на 6 частей такими дольками укладываю банку и таким же маринадом заливаю и нам нравится еще и рассол получается очень вкусный потому что сок томатный туда вытекает рассол вообще замечательный и кстати резанные помидоры у нас едается в первую очередь потому что они вкуснее потому что сами помидоры вкуснее то есть мы делаем заготовки из тех помидоров которые конкретно нам нравятся на вкус это помидоры повяленные на сушилке у меня такая пятиэтажная сушилочка ветерок наша российская вот оранжевый русский выглядят они очень красиво они у меня сухие не влажные то есть руки не мокрые после них но они ведь и не в чипсы они не крошится они гнутся и потом я их укладываю вот так просто в контейнер это кстати не горелый это сижан пеппер с черными плечиками вкус у них такой яркий насыщенный просто так как очень вкусно есть нас пока на сушилке сушится их подъедают постоянно и вот я щас их сложу закрою крышечкой плотненько сложу и убираю просто в морозилку никакого масла не добавляю зимой достаю они в таком же виде получаются очень вкусные замечательные вот так уберу морозилку вот у меня это сушилка так делаю на ней вяленые томаты у нее 5 решеточек таких хороших глубоких подписывайтесь на мой канал ставьте лайки кому полезны такие видео всего хорошего до свидания